ну что друзья всем привет это первый ролик в этом году друзья пока темыч катался по россии отдыхал встречал новый год я не знаю ты автостопом же проехал по россии мы здесь купили интересный автомобиль интересный автомобиль во всем во первых это ваг такой недооцененный гольф скажем так во вторых turbo и в третьих это всеми любимый бюджет 500 700 тысяч рублей темыч еще его не видел но ты знаешь что за машина те кто в telegram подписан тоже знают что мы за машину уже диагностировали загнали в бокс немножко посмотрели толком не катались ничего не делали не то что толком к не катались мы вообще не катались он на летних колесах было очень скользко это было нереально его привезли на эвакуаторе мы диагностировали приняли решение купить сейчас мы едем к нему посмотрим что это такое покажем вам погнали итак друзья перед нами seat leon испанский лев как можно еще его назвать со странным дизайном сейчас мы отсюда выкатим отъедем куда-то где будет удобнее нам все посмотреть прокатиться и поговорить ты на пирас вообще в льве да ну что я надеюсь аккум не сел все четко это уже радует это уже победа почти итак друзья seat leon не fiat seat запомните а то многие даже не знают такую марку этот автомобиль у нас не популярен не популярен по нескольким причинам во первых у нас очень мало было дилерских центров с этим автомобилем но скорее то одна причина вытекает из другой если бы он был популярный если бы покупали много дилерских центров открылась бы целая куча в общем группа вак это тот же самый в принципе гольф гольф 6 seat leon 2012 год 1.8 turbo tsi cd а а тот же самый мотор который ставился ну в принципе в посад и много куда еще коробка деку 200 семиступенчатая dsg многие этого боятся хотя на самом деле коробку dsg проще отдиагностировать чем тот же автоматайсин который также ставился в группе вак давайте начнем с внешнего вида в принципе это и есть наверное такой залог непопулярности у нас многим он не нравится мне нравится внешний вид темыч давай начнем с тебя тебе нравится как эта машина выглядит только стоп стоп давай честно внешний вид нормальная точила может сказать на любую машину вот даже на датсун мидо он до понимаешь большой багажник прекрасный автомобиль помнишь кстати мы в этом автомобиле ремонтировали коробку автомат не в этом а в таком же кстати очень интересный ролик ссылочку оставлю внизу давай так если я поставлю рядом гольф 6 что тебе больше понравится seat leon или гольф гольф более такой собранный гольф не имеет каких-то странных форм решетки радиатора до стоп смотри быстренько вот suzuki едет вот посмотри тоже каким путем они пошли морда выглядит у него хрен знает как будем честно а задница похоже на sx немножко это же это не популярный автомобиль абсолютно не популярны suzuki у нас вообще так себе только что vitara продавалась хорошо grand vitara ладно проскочили это все внешний вид ну вот решетка радиатора ну правда же это очень странно ну правда ну я не знаю почему они этот дизайн используют но выглядит так себе хотя в принципе это сносный автомобиль то есть не какой-то прямо урод это не fiat multiple на который смотришь и просто думаешь да ладно серьезно три места спереди ну нет все равно не куплю ну примерно так хотя эти автомобили по городу у нас ездят в общем что мы имеем пятидверный хэтч заряженный 160 лошадиных сил все это дело чипуется можно сделать stage 1 stage 2 stage 3 короче застейджить его так что мало не покажется единственное что ресурс и коробки и мотора будет меньше потому что вы захотите отжигать будете безумно ездить и заниматься прочей херней комплектация у нас копа есть еще cupra у них у seat of где вообще заряженные версии здесь комплектация копа это у нас немножко поинтересней салон и комплектация немножко отличается от простых хотя казалось бы вот в нашем случае есть все нет подлокотника это уже странно то есть все таки удобно когда есть подлокотник под правой рукой ладно сюда мы сейчас вернемся также у нас ксенон в передних фарах сзади диоды смотри двенадцатый год а диоды уже видишь такие клюшки бумеранги как современных торгов как впрочем во всех современных volkswagen ах вот они любят вот эти вот треугольнички то так сделают сверху то перекликаются не туда-сюда перепрыгивают к нажимаешь тормоза вверх не загорается в общем диодная оптика задние двери задние двери открываются вот так много в каких автомобилях присутствует такая ручка вот даже мы снимали недавно toyota cchr да там было что-то подобное не знаю зачем это придумано насколько это удобно чтобы делать вот это стеклышко хотя это пластиковое стекло чтобы засунуть эту ручку сюда в следующем кузове не от этого ушли и я считаю сделали правильно причем ручка посмотри она нажимается вот туда то есть не здесь а туда но видимо чтобы грязь не забивалась дороги вот таким образом не знаю не знаю зачем это я вообще не знаю зачем это делают это делал civic и также многие другие автомобили еще одно отличие например от простого volkswagen это дворники они у нас стоят по краям и чистят практически полностью все стекло единственное оставляет небольшой треугольник вот здесь посередине кто пользуется видеорегистраторами ставить его придется где-то сбоку ты видишь даже датчик дождя где стоит сбоку на стекле потому что он здесь будет постоянно срабатывать и дворники будут махать пустую одна из проблем этого автомобиля проблемы в нем сейчас есть мы купили не идеальный автомобиль далеко не идеальный это дворники как раз что-то случилось с этим дворником я не знаю как человек ездил хотя последнее время этот автомобиль очень долго стоял то есть левого дворника мы не имеем сейчас сюда доехали благо стекло не забрызгало сильно вот так примерно это работает то есть он смахивает полностью а тот пересекается с ним аж аж двойная чистка в центре идет это мы уже со странного внешнего вида сиата немножко переключились к его проблемам итак друзья что вас может ждать при покупке автомобилей сиат да на самом деле того же гольфа или шкоды октавия а5 это примерно все один и тот же автомобиль единственная шкода это у нас лифтбэк более вместительная более популярная самая популярная не более популярная октавия а5 эта машина которая нужна всем и всегда она до сих пор что значит до сих пор когда-то она стоила 400 500 600 сейчас она стоит за 2012 год просят миллион с лишним если комплектация хорошая если состояние хорошее даже комплектация если уже не хорошее только состояние сейчас решает состояние автомобилей практически нет хороших автомобилей проблемы которые вас будут ждать по кузову открываем дверь начнем с правой стороны здесь не так страшно поэтому хочу отсюда начать смотрите вот они начинаются двери резинками натирают верхнюю стойку крыши на час погода такая конечно будет видно тема че вот она коррозия пошла 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 а так как вак у нас любит скидывать краску вот здесь сзади хорошо видно вот она прям лупится и все это отходит мне кто-то мне кто-то недавно в комментариях написал что значит у фольксвагенов есть проблемы с краской огромные проблемы и у фольксвагенов и у skoda и как видите у seata особенно эти проблемы у автомобилей которые эксплуатируются санкт-петербурге хотя и в москве тоже да даже откуда-то с севера мне парни присылают фотографии skoda yeti говорит макс она гниет и у нас потому что skoda yeti я всегда на ней привожу пример гниет безбожно просто то есть 12-13 год там от машин уже мало чего осталось опять кто-то напишет а у меня все прекрасно это очень круто переезжать жить питер ты поймешь что такое автомобили в питере вот с этой стороны до ржавчина у нас сильно идет то есть это всего лишь ее натирает резинкой у skoda и у фолькса очень сильно натирает вот эти места здесь краска отлетает облетает именно где касается бампер а кстати вот видишь задней ручки нет и этой проблемы бы не было точно так же если бы это стояла так у skoda точно так же она облетает в моменте где вот так щелкает ручка откалывается здесь здесь вокруг замка тоже здесь этого нет здесь повезло но смотрите друзья сюда с левой стороны как это выглядит давай открою заднюю дверь то есть по левой стороне прям хорошенечко ты знаешь если бы было только около водительская я бы сказал он часто просто садится водитель чаще всех хлопает и побивал но нет по всей левой стороне идет то есть и точно так же вот она сюда уходит нужно пальцы порезать откалывается до цинка но эти места начинает потихонечку ржаветь то есть это нужно убирать соответственно если вы придете покупать такой автомобиль и у него будут крашены верхние стойки стойки крыши их можно покрасить вот переходом убрать под сам лист крыши здесь чтобы не было видно перехода все это располировать либо покрасить вместе с крышей но вместе с крыши мир не стоит все-таки красить хотя многих могут развести на покраску крыши в малярке это тут все зависит от маляра собственно вы пришли и покрашены стойки крыши то вполне вероятно что это сделано именно из-за этого не за какого-то дтп то же самое есть по порогам немножко но до цинка лишь какой прикол даже на пороге не ржавеет видать оцинковывает лучше низ а верху коррозия идет давай сразу под капот так также на капоте смотрим видишь до камешек попал его отбила сразу до цинка капот у нас кстати во вторичном окрасе и тем не менее все равно это отлетает плюс смотри сюда я не знаю что здесь произошло что сюда прилетело лишь какая вмятина на крыле крыло поджало и она касается немножко капота и в этом месте и в этом месте его под натирает и также пошла коррозия с левой стороны капот ничего не натирает но коррозия также есть то есть друзья что я хочу этим сказать десятилетние автомобили volkswagen skoda seat будут с такими проблемами особенно если вы хотите купить их санкт-петербурге либо они с такими проблемами на данный момент будут либо уже эти проблемы будут устранены но даже после того как их устранят это не значит что через какое-то время они не вылезут снова все зависит от качества покраски от качества материалов которые используют ну а самое главное от маляра это вообще самое важное какая проблема у нас есть еще у нас не хватает куска бампера вот отсюда от низа причем мы видим скорее всего проблему вот видишь такие синие точки это как полоска это был какой-то столбик в который человек прилетел столбик или часть забора какого-то скорее всего проблема была в этом а на холоде все это дело сломалась в легкую но это не проблема автомобиля это кто сидел за рулем также у нас окрас этих двух дверей эта дверь был просто окрас переклейка наклейки на официальном дилере и как видите вот она начинает отрываться официальный дилер у нас не значит что все будет хорошо эта дверь была заменена ее поменяли на новую на оригинальную так как скорее всего китайских даже на нее нет и окрас проема задней правой арки здесь даже есть немножко шпаклевки видимо при дтп когда прижали двери эта дверь сюда заскочила и нацарапала при том что здесь шпаклевки нет только внутри в проеме небольшой кусочек сейчас у меня собой прибора нет крыло не менялась не резалась никаких проблем с этим не было вот так же видишь натирает порог вот этого не пугайтесь от этого никуда не деться стемыч мы прямо на этой стоянке снимаем все машины вокруг ты видишь как выглядит сяда на морду решетка радиатора видишь он посмотри subaru subaru 3б к я когда-то владел таким автомобилем выпускался он с такой мордой не так долго потом мы сделали фейслифтинг так сказать изменили фары решетку радиатора потому что эта машина не зашла не зашла причем в америке они называли ее поросенком или что-то в таком виде якобы это пятачок и у нее очень плохо коробка дружила с мотором то есть 250 сила их как будто бы нет а салон был очень интересный после рестайлинга поменяли мотор поставили 36 подружили коробку с мотором все стало круто коробка стала тоже другой съехать стал отлично продаваться стал хорошо кроме у нас в россии потому что лошадиных сил было больше 250 ладно погнали к нашим баранам друзья опять же вот эти проблемы это не проблемы автомобиля это просто было дтп кто-то врезался дверь была заменена после этого случайно или намеренно кто-то поцарапал мы видим да немножко есть вмятина с царапиной и вот это вот коррозия здесь я думаю скорее всего из-за того что это уже дверь не родная ну-ка погоди здесь не так не так ты прикинь на дилере поменяли дверь и по ходу вообще никакой шумки не положили ты понимаешь штатных же машинах все равно хочешь не хочешь там есть что-то небольшой квадратик а здесь в новую дверь даже ничего не положили вот он барабан вот мы сейчас тобой сюда пока ехали я говорю что шумно сильно как будто в окно приоткрыто это возможно из-за этого вот она царапина идет отсюда и вот сюда и начала небольшая коррозия то есть это тоже перекрас эти проблемы никак не относятся вообще к моделям seat то есть это конкретно сам человек а вот то что краска облетает эта проблема идем дальше мотор у нас 1 и 8 многие его знают именно спасата это двигатель стоял в половине посадов большинстве и которые сейчас автомобиль на рынке как раз продаются с этим мотором мотор не самый лучший в нашем случае конец 12 года автомобиль куплен 13 казалось бы как все говорят что в двенадцатом году все вот это уже проблема ушла последней генерации никаких проблем не будет на данный момент пробег 163 тысячи на 130 у дилера здесь менялась поршневая и вообще прикол этого автомобиля в том что человек один владелец который купил его в тринадцатом году обслуживал его полностью официального дилера полностью все ремонты все производил там даже тупо на мойку заезжал на официального дилера это все есть перечни проведенных работу официального дилера и если смотришь по отчету вот сама линия пробега она идет прям точка-точка-точка-точка-точка-точка-точка то есть он заезжал постоянно то есть делал все абсолютно там хорошо это или плохо да нет наверное хорошо я надеюсь что официальный дилер знает что он здесь сделал чуть больше 30 тысяч назад у нас поменена поршневая также заменено было сцепление в dsg смотрите друзья пришли смотреть такой автомобиль естественно первым делом дай-ка я заглушу его то что вы можете сделать сами до того как вызывать кого-то перепроверить или ехать в сервис если конечно человек к вам не подъехал уже чтобы показать автомобиль то первым делом мы проверяем масло смотрим перед тем как запустить если есть такая возможность вы пришли к официальному дилеру посмотрели уровень масла сейчас нам здесь его смотреть без толку потому что мы только что заглушили открутили заливную пробку посмотрели как это выглядит все заглянули туда посмотрели как выглядит внутри чтобы не было никакой копчености чтобы здесь не было огромной шубы какой-то взбитой или засохший чтобы там этого не было не было каких-то хлопьев кусков кусков черного масла если вы смотрите машины с мотором 16 это касаемо именно тс и моторов посмотреть на пробку чтобы здесь не было чего-то взбито скажем так сливок каких-то назовем это так если вы смотрите автомобили с мотором 16 ну скажем bse то когда вы открутите пробку здесь может быть налет такой бежевый коричневый это сам мотор такой и от езды по городу от пробок взбивается эта пена это не супер страшно посмотрели так заглянули дальше скинули крышку если конечно хозяин вам разрешит а я думаю мало хозяев которые запретят посмотрели не бежит ли масло видим да у нас есть подтеки то есть клапанная крышка подтекает это надо решать то есть обязательно заглянули посмотрели на этот патрубок видим что он потеет эту проблему нужно решать эта проблема может быть из-за маслоотделителя его меняют целиком либо есть умельцы кто это дело ремонтирует мы все это будем устранять возможно это попадет какие-то из наших влогов друзья это один хозяин один это дилерское обслуживание и 163 тысячи пробега единственная проблема этой машины на нем мало ездили это тоже кстати проблема когда на машинах мало ездит а последнее время начиная с сентября он вообще стоял и буквально вот первый запуск двигателя был в январе этого года то же самое со skoda то есть cda cda b это тот же самый мотор то есть можете посмотреть это сами видите эти проблемы уже понимаете что по мелочи вам надо вложиться но это все ерунда по сравнению с тем что может дать внутри это сложный двигатель это дорогой двигатель очень дорогой в ремонте мотор покупать бы уж на там тысяч за 50 за 70 это тоже код в мешке вы можете купить его поставить и еще раз пороться лезть в полную капиталку этого мотора это будет 200 200 а то и 200 плюс то есть 10 раз нужно подумать и вот все вот эти посады которые нам скидывают мне скидывают макс а вот один хозяин смотри посадку с маленьким пробегом я уже не раз показывал вам этих товарищей парни это молодцы продают посады по поддельными номерам перетягивают коробки dsg в автомат так как у нас люди думают что автомат это в сто раз надежнее чем dsg потому что первые машины которые были на dsg именно в группы доставили кучу проблем и этот слух вот по 2023 год он так и идет что dsg покупать нельзя хотя еще раз скажу dsg в 10 раз легче диагностируется чем автомат и я не могу сказать что она хуже чем автомат этого просто не сказать здесь вы можете отдиагностировать отдельно мехатроника отдельно сцепление что нужно заменить что нужно не менять либо поменять полностью потроха но ремонт сейчас на данный момент вот после всех подорожаний будет дороже чем на автомате такой до хвалю dsg но тут же говорю автомат дешевле починить в общем супер страшного в этом нет почему мы не подбираем автомобили этих лет вот тоже часто вопрос макса можно вот за 600 тысяч машину ну вот смотрите 600 тысяч машина вот я показал вам все дефекты и вы уже скажете это дрова половина напишет так это вообще что потому что что он хочет за 600 за 500 600 700 давайте вот так он хочет новую машину новую машину с одним окрасом или с двумя с пробегом небольшим и самое главное два-три года вообще не вкладывать чтобы он не ломалась такой автомобиль вообще нельзя покупать потому что он будет ломаться регулярно никуда не деться от этого он старый он уже будет ломаться то же самое будет с октавией и даже с мотором 1.6 она может ломаться это все то что вы можете посмотреть сами даже если нигде ничего не течет и все хорошо это далеко не значит что хороший мотор хороший автомобиль также посмотрели антифриз чтобы он был не копченый не черный никаких примесей масла в масле посмотрели наоборот чтобы не было антифриза подняли на подъемник посмотрели снизу чтобы ничего не текло ручьями потому что куча проблем особенно касаемо это посадов b6 вот с этим мотором самым популярным который у них стоит обязательно обязательно полную диагностику а еще лучше в сервисе чтобы вам сняли катушки выкрутили свечи посмотрели на свечи здесь кстати свечи мы выкручивали когда делали эндоскопию свечи уже пора менять залезли эндоскопом посмотрели как все выглядит нет ли масла не льется ли там по стенкам просто масло иначе он его жрет безбожное вы можете так купить нет ли сильных задиров вот смотри тёмыч здесь у нас поршневую уже меняли 30 с лишним тысяч назад и она уже под копченная потому что это такой мотор это прямой впрыск никуда не денешься но выглядит все равно хорошо и на стенках цилиндров есть потертости задиров нет но есть потертости здесь тоже нужно как бы разделять потертости и где видно хон все в порядке а увага хон своеобразный блин там видео небольшие есть я покажу хон родной потертости это не страшно страшно когда задиры страшно когда есть прихваты где уже просто поршень прям пригорал так сказать где зеркало вот там уже можешь брать масло где поршни вымыты по краю это тоже уже есть масло вплоть до того что с клапанов она свисает здесь этого всего нет то есть нам уже повезло когда мне его предложили я гуси от ли он 18 на dsg ягу не не хочу они могут машина дилерская один владелец куплено в тринадцатом году уже интересно много чего сделали официального дилера по двигателю меняли поршневую меняли сцепление то есть и все вот это но единственное есть проблемы по кузову есть сколы бампер кусок от кола салон не в самом лучшем состоянии нужно почистить сделать то в общем немножко позаниматься машиной после всего этого рассказа я говорю ну блин нужно посмотреть продиагностировать если действительно никаких ошибок мотору если в цилиндрах все хорошо если по dsg нет проблем я его куплю нам грузит его везут на эвакуаторе к сане в химчистку загоняем с игорьком смотрим разбираем заглядываем туда-сюда диагностируем dsg сцепление в норме мотор в норме да есть потеки по мелочам это вообще ни о чем покупаем и сейчас показываем вам ну и во влогах мы будем показывать ну что и как перевели в порядок после того как все мы это приведем в порядок какое-то время я хочу сам на ней поездить ну а потом наверняка кто-то из вас просто будет материализировать чтоб я ему и продал это как по всем моим автомобилям вот по toyota camry на протяжении сколько полутора лет мне постоянно блин макс отдай camry отдай camry она мне нужна я сам на ней пока езжу если не пересяду на сиат вот может быть отдам даже лобовое стекло у нас родное две двери крыло бампер и окрасили капот это все что было с этим автомобилем но будьте осторожны даже от одного хозяина вот этот автомобиль сейчас подмазать подляпать он не станет хуже он все равно будет нормальным но можно подмазать подляпать залить в мотор какого-то там меда или еще какой-нибудь херни мед есть такой тем еще не знаю чтобы не дымил чтобы гуще масла было и впарить какую-то конченый автомобиль людям у которых по сути и всего-то было там 500 600 700 тысяч рублей на все деньги они купили даже обслуживать не смогут он будет стоять во дворе умирать все это сами поглядели все что смогли потом на диагностику компьютерную залезть цилиндры именно касаемо этого двигателя все посмотреть прокатиться посмотреть на ходу погазовать посмотреть насколько дымит проверять все это особенно касается пассата b6 говорю это в пятый раз эти автомобили мы не подбираем потому что на него не дать гарантии даже трех дней сегодня вы купили выехали завтра что-то у него отрыгнуло к сожалению так три дня конечно я это утрирую то есть месяц два три четыре и может какая-то проблема случится и скажет бакс ну ты же проверял а как может дать гарантию техническую на пассат 2007 8 9 года 10 11 хорошо или на шкоду у них во-первых пробеги уже по 200 тысяч километров ну никуда не денешься возраст убивает автомобили плюс наш климат и плюс обслуживание я же говорю поэтому и на эту машину сразу сказал что нет но естественно послушали чтобы сильно не бренчала не тарахтела никаких лишних звуков не было ты видишь кстати вот это у нас испанец испанской сборки также на всех элементов дата и написано что это испанец у нас про то как смотреть машину бит или нет я уже показывал много раз внешнее отличие от более простых комплектаций вот это наклеечка у нас копа это ксенон и диодные задние фонари может быть чуть-чуть байпер другой я не супер специалист сиатах на самом деле у сиатах всего было два раза это был сиат ибица старенький поло так сказать трехдверный интересная машинка он был пустой на тот момент еще очень живой и году в 2015 у нас салоне на комиссии стоял сиат toledo кстати удивительная вещь раньше все сиаты в принципе выглядели как пассат чуть-чуть изменили фары чуть-чуть изменили салон и все тот же toledo это был седан 2006 7 8 9 год сиат решил что он будет по-другому делать автомобиль это такой типа гольф плюс с очень странным внешним видом то же самое сиат алтея это уже чуть побольше такой типа минивенчик самый грустный автомобиль когда смотришь на него сзади у него такие фонари наш как бровки он так спустил типа ну как то так меня сделали хотя он есть двухлитровый там 200 с лишним сил вообще пушка друзья салона с такими веселыми строчками разноцветными тут красные какие-то полоски это именно вот этой комплектации копа касаемо они сделали его немножко веселее то же самое на заднем ряду кстати задний какой чистый в отличие от переднего сидения что-то там у водителя протекло видимо в багажник мы попадаем точно так же как и фольксе нажимаем значок нажимаем подняли за значок здесь у нас бардак машина куплена прямо вот так с дороги можно сказать как ездили так и продали какие-то ветки палки багажник не сказать чтобы огромный но в принципе и не маленький сиденья 60 на 40 падают вперед здесь у нас докатка домкрат ключ петля ладно здесь не очень интересно полку это поднятие это тебе не карнивал да сейчас смотри захлопнул и включились габариты знаешь что не урод но очень странно сделано вот в такую грусть вы видишь вот они сделают вот эту линию следующее поколение сиатов хоть ибица хоть леон уже выглядят более агрессивно острые углы на фарах на передних на задних вообще все линии цвета красивые всякие зеленые желтые оранжевые супер выглядят просто а вот именно поколение двухтысячных в сиатах был какой-то свой дизайнер который видел все по-своему так ладно залезаем показываю что есть комплектации едем кататься так ребят что мы видим комплектация с климат-контролем двухзонным вот у нас здесь бегают градусы сколько выставляем также дублируется на экране магнитолы вот справа слева градусы у нас его также здесь они бегают очень странное решение еще шкалы приборов у нас подсвечивается белым а магнитола розовым сейчас вот при ярком свете этого не видно да вот видно да ну по мне так странно можно было тоже сделать более светлую хотя бы розовую или шкалы приборов красными более спортивными у нас три колодца в крайнем левом у нас компьютер то есть окошко обычно во многих автомобилях это посередине здесь они сделали это слева руль в принципе от вальсвагена немножко переделан центр управление музыкой громкой связью и компьютером ну конкретно от вальсвагена точно также как и стеклоподъемники это вообще в принципе из пола на центральном тоннеле у нас закрыть открыть стабилизация давление в шинах прикуриватель видимо здесь обломана крышечка зеркала левая правая подогрев сложить сложить что-то там дергается но не складывается слышит он есть немножко моторчик видимо тысячу летом никто не складывал он не работает аварийка здесь у нас и usb и аукции смотри как интересно они закрываются чтобы всякая грязь туда не сыпалась и не забивала разъемы вот так раз ну про климат-контроль я сказал также подогрев сидений трехступенчатый в принципе наверно больше ничего и нет вот он датчик у нас дождя а но еще есть круиз-контроль вот у нас прекрасная лапочка здесь на которой нажимаешь включаешь его круиз-контроль сама панель приборов так же как и внешний вид seata немножко странный с каким-то овалом сюда на бок несимметричная так сказать но терпимо ничего страшного я здесь не вижу то есть прямой войне красиво некрасиво нет я так не скажу не хватает подлокотника это правда не понимаю почему этой комплектации его нет два подстаканника здесь один вот здесь и небольшая ниши для задних пассажиров сам салон в принципе выглядит симпатично минималистично никаких тут мигающих огней какого-то яркого света и прочего чтобы раздражало нет все аккуратно в принципе по-ваговски единственное как вы видите не в салоне не снаружи никто ничего не не намывал не прибирался не готовил то есть автомобиль прям с дороги так сказать с длительной стоянки где мне пользовались мы немножко согрелись едем кататься есть небольшая проблема только мы на летней резине но благо сейчас температура 0 плюс 1 надеюсь что не скользко и у нас не работает дворник причем с водительской стороны ну а как по-другому легких путей не ищем были ну что я скажу вот прямо вот прямо сразу ты чувствуешь этот подхват ты посмотри это ракета это просто ракета ты понимаешь если выбирать между гольфом и сиатом у гольфа практически вообще никогда не бывает мотора 18 может быть на какой-то рынок где-то шел на чем джетей 2 литра сразу это вообще пушка а так 1.4 1.6 1.4 на dsg быстрый но не настолько как этот вот я вот сразу нравится мне то знаешь что нужно сесть прокатиться и ты забудешь как выглядит передние фары крылья и задние фонари если они тебе не нравится так ну что артем ты это чувствуешь ты просто это чуть я надеюсь капот у нас хорошо закрыт ты просто нет слов вот вот что значит 18 были на то просто кайф я как будто первый раз знаешь парни смотрите какой lexus а с походу парняга этот маркера расписывал знаешь когда плохо пишет и чирикаешь ну что он просто подрывает ребята у кого такой автомобиль напишите мне посмотри как я щас еду я просто в афиге щас еду придется остановиться протереть вот еще и воды набрызгал сам себе тема как вам такое настолько кайфово прием прям в меру вот как нужен наверно мощнее не надо шумно только до теперь мы на него им косить дверь меняли значит за нее шумит надо будет разобрать ее разобрать левую разобрать правую и посмотреть правым или нет работает четко обороты все держит идеально переключает идеально скорость набирает идеально по моему сяд это моя любимая машина всегда было просто я этого не знал подлокотничек бы еще сюда приладить он быстрее чем миник может быть кажется что быстрее чем миник хотя в минике лошадей побольше а там коробка старая обычная автомат так ребят сейчас попробуем замерить сколько до сотки это конечно будет кривой абсолютно кривой замер но так хотя бы примерно все машины разъехались я останавливаюсь нажимаю старт ну невозможно ты вижу как он буксует просто надо стабилизацию отрубить чтобы он не подлетал и не останавливал нас по паспорту по моему 7 и 8 до сотни он вот мы сотку едем я не знаю за сколько тут такое чувство что за три секунды шучу конечно ну блин тормоза чуть-чуть подбивает чуть-чуть совсем опять же возможно от того что постоял немножко подровели ну ты слышишь сейчас растаял да и то что песком посыпали мы парком получаем и очень слышно это так что шумка слабая действительно сейчас те кто на пассатах или на шкодах ездят 1.8 где типа чему ты тут удивляешься я удивляюсь после камри 2.4 так друзья сейчас попробуем слегка разогнать единственное стартовать с места скользко вот так сходу немножко не хочу насиловать чтобы он подпрыгивал ну вот он просто смотри вот и педаль даже не до конца нажимаю это просто ракета мне кажется он едет быстрее чем 8 сек это точно но может быть такое ощущение просто с места пробовать не буду потому что он просто подпрыгивает настолько пробуксовывает скользко на дороге сырой он передач или ставит мы не успели тронуться уже третье четвертое пятое мы счета едем 70 шестая едем также 75 понимаешь dsg передача над передачей бесит понимаешь мы еще один на 3 4 уже на готове поэтому мы даже не чувствуем этих переключений когда все исправно когда dsg исправно вы едете просто вот как можно сказать как на вариаторе без переключений мгновенно все это подкидывается даже на механике в жизни так не успеешь переключаться при селективный робот он прекрасен когда исправим друзья что хочу сказать в очередной раз если вы хотите купить на все деньги автомобиль с таким мотором будь то посад skoda либо seat не стоит этого делать не стоит с таким мотором с такой коробкой я имею ввиду dsg и 18 потому что он может с вас просто штаны стащить если у вас есть какой-то запас на обслуживание тогда до проблемы по кузову в таком формате как я вам сейчас показал на этом автомобиле это не проблемы он не битый не кривой не распиленный не собраны из двух трех как бы это ерунда особенно на автомобилях которые старше десяти лет а у нас уже даже старше десяти лет хотя не это только по птс он старше десяти лет как раз он был куплен тринадцатом году лучше купить тогда не знаю 14 даже тот же turbo или вообще 16 на автомате либо на механике но таких эмоций вы не испытаете такого разгона и ощущение кайфа внутри естественно не будет но если вам вообще это нужно если вам нужно с точки а в точку б перевести семью достаточно 16 на механике и никаких проблем будь то seat либо octavia с octavia конечно сложно его сравнить все таки октавия у нас лифтбэк очень вместительная вот с гольфом можно но гольф 16 на палке это тоже просто для перемещения без проблемного вот так вы не сможете сделать друзья стоимость таких автомобилей от 500 до 800 тысяч до есть экземпляры за которые ставят 900 и миллион ну блин он просто должен быть в чудесном состоянии не знаю если такие я не встречал точнее их не смотрел я думаю мало кто из вас вообще рассматривал автомобили марки seat за 500 это что-то совсем хромое такое уже устало и замученное может быть даже за 450 мы сейчас не говорим о моторах 1 и 2 на механике те автомобили чуть-чуть подешевле типа 450 но это тоже будут дрова скорее всего типа 450 600 эти же от 500 до 800 что-то живое это 650 750 там можно найти что-то живое крайне редко вообще приходит запрос посмотреть seat я даже не помню когда это последний раз было но вот сейчас этот автомобиль мы купили 4 числа сегодня у нас 14 число 10 дней он у нас прилетела две заявки правда не на подбор одна заявка эта девушка хочет эксперта на день она с другого города приедет буквально через несколько дней моего подснимем я думаю этого эксперта выбирает между третьим фокусом и также в списке есть seat leon эксперт на день это когда человек выбирает какое-то количество автомобилей мы едем их все смотрим доносим информацию о каждом каком состоянии что я и человек сам принимает решение покупать или нет так в общем в этом списке есть seat leon единственная на моторе 1 и 2 на механике если до него дойдет дело покажем каком состоянии на 2 продается и еще одна девушка мне написала максим а можно купить вот машинку там за 300 чтобы ездила была беспроблемная и вот например seat тоже seat и присылает мне в вк прислала seat старенький seat leon всего два владельца крашен целиком состояние среднее я говорю можно можем съездить он тут в пригороде находится мне интересно в каком состоянии продается этот seat к тому же это автомобиль до 300 до 300 это вообще один хлам поэтому сейчас мы позвоним человеку спросим в каком состоянии и если он готов нам его показать и когда готов то на днях вот съездим и посмотрим и покажем вам что такое golf 4 в кузове seat итак друзья вот этот автомобиль пятидверный хэтч с мотором 1.6 пробег 316 2003 год ну задняя часть конечно вообще забавно выглядит наш как будто никто даже не старался над дизайном может быть сейчас так кажется опять же golf выглядит симпатичный даже колеса летние есть сейчас я позвоню и поговорю с человеком если реально то мы съездим посмотрим этот автомобиль здравствуйте я по поводу автомобиля seat в продаже у вас до сих пор не популярны да такие машины не часто смотрят можно узнать в двух словах у вас как состояние вообще автомобиля что делать нужно что сделано я понимаю что машина старая 20 лет но вот насколько она живая она в общем-то живая она была полностью украшена два года назад убраны все ржавчины и прочее стоят собственно мотор живой из масложора у него присутствует где-то литр масла от замены до замены меняем масло примерно на 7000 а морд и скажите пожалуйста вот вы говорите коррозию убирали а как убирали просто зачистили и покрасили сверху или как-то вытравливали что-то делали то есть подход был серьезный сейчас по швам вот этим варки не стало ржаветь сейчас жуков много вообще на кузове также на арках где-то на крышке багажника над лобовым стеклом двери снизу под капотом сами брызговики и лонжероны стаканы целые до мотор не троит не дымит ничего такого нет вы сейчас на ней ездите ли она вас стоит и у вас написано что там владельца что-то мало 2 до он покупал ее новой из салона в 2003 году а у вас с какого момента она так она у вас 15 лет уже до в руках получается птс-ка родная у вас еще получается ну мало ли потеряли я же поэтому и спрашиваю хотя тут такой старый автомобиль бывает такое поверьте мне ясно хорошо я конечно много могу расспрашивать но лучше посмотреть живую давайте я постараюсь завтра подъехать да вопросов много но я просто замучаю вас этими вопросами например проедет ли она сейчас полторы тысячи километров без проблем меня просто просят посмотреть из другого города эту машину они хотят купить приехать уехать девушка там девушка хочет купить этот автомобиль ну вот поэтому как бы вопросов много но мне проще подъехать можно завтра если хотите посмотреть да да простите это вот по поводу сиата ну вот все да как вас зовут извините пожалуйста Сергей меня зовут Максим все тогда завтра я вас наберу за час и выезжаю к вам хорошо все спасибо большое до встречи так ну что друзья завтра мы поедем посмотрим на сиат которому 20 лет посмотрим в каком он состоянии и можно ли такой автомобиль рассматривать до 300 тысяч напоминаю до 300 это вообще сплошные дрова сказать честно но это будет уже в другой серии вот такой вот интересный необычные автомобили мы приобрели вы обязательно напишите в комментариях как вам эта машина как вам вообще эта марка сиат знали ли вы раньше что есть такие автомобили купили бы себе или нет вообще рассмотрели бы для покупки или нет обязательно все в комментариях если еще не подписаны на наш канал обязательно подписывайтесь также подписывайтесь к нам в группу vk в наше сообщество. Там мы ведем стримы, там какие-то диалоги. Вы спрашиваете, что купить, а сколько стоит, а сколько проедет. Это все наше сообщество в ВК. Вот картинка, вот обязательно туда. Подписывайтесь, кому интересно. К сожалению, не всегда можем ответить всем, поэтому сообщения повторяйте 2-3 раза, не стесняйтесь, если сразу не ответили. Еще есть Телеграм, Дзен, все это будет также внизу в списке. Пишите комментарии, ставьте лайки. Всем вам удачи и всем пока. И запомните, есть такая марка, как Seat. Но относитесь к покупке очень аккуратно, особенно к таким моторам. На стыке с аркой, да? Нет, нет, на стыке вот примерно здесь вот. То есть не сам стык. Ну тоже он начал свистить, свистить, когда я что-то сделал для машины. Я вот так пальцем сделал и понял, что это в 19-й год было. Здесь тоже начало опять ржаветь. Это тоже была коррозия, скорее всего, да, вам устранили? Неудивительно. А скажите, сколько потратили денег-то на покраску? Покраску? Если не секрет. Ну, 10 тысяч.